Животные видят всё вокруг, как мы, или по-другому? Прежде всего, следует понять, что глазами мы, все живые организмы, у которых они есть, только смотрим, а видим мозгами. Глаза – это всего лишь объективы, которые передают зрительную информацию в мозг, а мозг обрабатывает полученные сигналы в общую картину бытия, которую мы получаем в конечном итоге. Надо отметить, что нам, людям, повезло, и зрение у нас отменное. Не такое острое, как у пернатых и некоторых наземных хищников, зато с яркими красками и богатыми полутонами. Недаром в японском языке несколько десятков слов, обозначающих различные оттенки серого цвета. Но картинка, которую рисует мозг, у разных животных очень сильно отличается. Животные все видят по-разному, особенно те животные, у которых глаза устроены иначе. Особенно отличается зрение у ракообразных и насекомых. У учренистоногих глаза состоят из множества фасеток, и многие из них видят в ультрафиолетовом спектре. Фасеточные глаза. От французского «фасет» – грань. Парный орган зрения у некоторых членистоногих. Они состоят из множества мелких фасеток – омотидиев, которые формируют выпуклую сетчатую поверхность. Количество фасеток в составе сложного глаза сильно варьирует. От шести у муравья до тридцати тысяч у стрекозы. Палитра человеческого зрения ограничена всего лишь тремя основными цветами – красным, зелёным и синим. Ну, плюс чёрный и белый. Всё остальное – это смешение этих основных цветов. Недаром, заправляя в картридже принтера всего лишь четыре краски, мы получаем репродукции, передающие любые тона и оттенки. Обладатели же фасеточного зрения видят и то, что мы с вами воспринимать просто не можем. Соответственно, они видят другие цвета, и многие растения приобрели специальную окраску для того, чтобы привлекать тех же насекомых. Соответственно, если мы смотрим на жёлтый одуванчик, он нам кажется абсолютно одинаковым жёлтым. Насекомое же видит его совершенно по-другому. Она видит различные на нём пятна, которые указывают на местонахождение нектара. То есть зрение насекомых и зрение других животных, безусловно, отличается от нашего. Большие выпуклые глаза помогают обладателям фасеточного зрения не поворачивая головы, получать обзор на все 360 градусов. При этом им не нужно фокусировать взгляд на одной точке. У некоторых членистоногих, ну, например, у пауков, не два глаза, а несколько пар. При этом каждая пара выполняет свои собственные функции. Дальнее зрение, ближнее, передний обзор, боковой или задний. Но при этом их хозяин получает и считывает своей нервной системой общую картину. Можно провести аналогию с фотографическими функциями вашего мобильного телефона. Там может быть расположено несколько камер с разными объективами. Но на экране мы получаем общую сведённую картинку. Зрение определяется структурой клеток, которые воспринимают свет, и тем, как нервная система обрабатывает их сигналы. Поэтому те животные, у которых строение глаза сходно с человеческим, видят мир практически так же. Но многие представители фауны видят всё совершенно иначе. И даже способны различать то, что не может воспринимать человеческий глаз. Ну, например, цвета ультрафиолетового спектра. Как кошки могут смотреть в темноте? В темноте намного лучше нас видят не только кошки, но и многие другие животные. У одних глаза имеют принципиально иное строение, у других они схожи с человеческими, но имеют некоторые специальные модификации для обеспечения сумеречного зрения. У всех животных, ведущих ночной образ жизни, существует свои специализации, свои приспособленности к тому, чтобы различать, так сказать, предметы в условиях низкой освещенности. Тут надо сразу оговориться о том, что именно низкая освещенность. В полной темноте кошки тоже видеть не могут. И никто не может видеть в полной темноте, когда света совсем нет. Как мы уже говорили, глазами мы смотрим, а не видим. При полном отсутствии света в объективы глаз не поступают световые сигналы, чтобы потом в виде электрохимических импульсов через нервы передаваться в мозг, где и формируется окончательная картина. Как известно, в сетчатке глаза работают два типа фоторецепторов – колбочки и палочки. Палочки являются более чувствительными к свету, поэтому их основная функция – обеспечение видимости в сумерках. У ночных животных, к которым, безусловно, относится кошка, палочек гораздо больше. Вот эта высокая плотность палочек с сетчаткой глаза и позволяет ночным животным видеть в условиях низкой освещенности. Она в несколько десятков раз – это плотность выше, чем, например, у нас с вами. И это как раз и позволяет кошке… И да, и плюс к этому у кошки еще существует широко подвижный зрачок, который может либо сужаться, либо раскрываться. И таким образом, как все равно шторки на камере фотоаппарата, она может изменять количество света, которое проходит к сетчатке глаза. Если зрачок очень широко раскрыт, а это происходит в темноте, то как раз это дает кошке возможность увидеть предметы в условиях вот такого вот меньшего количества света. Кошка может видеть не в полной темноте, а лишь в условиях низкой освещенности. При этом видит она гораздо лучше, чем мы, потому что анатомия кошачьего глаза отличается от анатомии человеческого. Некоторые животные видят инфракрасное излучение. Значит, у них есть тепловизор. Как он работает? В самой постановке вопроса прозвучал глагол «видят». Таким образом, мы разделяем живые организмы на тех, кто чувствует тепловые волны, и тех, кто, воспринимая их, способен обрабатывать мозгом полученные сигналы и рисовать на их основе визуальные образы. Мы значительно уступаем нашим собратьям по совокупной остроте органов чувств, некоторые из которых мы, вероятно, несколько притупили в результате эволюционного процесса. Но сам прибор-тепловизор, который нам пришлось изобретать из-за недостатка природной остроты восприятия тепловых волн, позволяет не только ловить эти волны, но и обрабатывать их, превращая в картинку, где ярче окрашены самые теплые участки. Видимо, нечто подобное есть и у некоторых представителей фауны. Самый яркий пример животных, которые имеют тепловизоры – это змеи. Их термолокаторы уклавливают тепловые лучи, которые идут от жертвы. У удавов они располагаются на нескольких или даже на всех губных щитках. А вот у ямкоголовых и плетевидных змей по бокам головы между ноздрёй и глазом. Такие органы представляют собой ямки или щелевидные углубления с очень тонким эпителием, к которому подходят капилляры и ветви тройничного нерва. У удавов эта выстилка расположена на дне полости, а вот у ямкоголовых змей она очень тонкой мембраной разделена пополам. Фактически, получается, как бы две камеры, разделённые мембраной толщиной всего 10 микрон. В итоге эти камеры сообщаются друг с другом маленьким отверстием, которое может замыкаться кольцевой перемычкой. Запрос на эволюционное изобретение подобного тепловизора возник как минимум по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы охотиться. Во-вторых, для того, чтобы вовремя удрать. Когда это отверстие закрыто, то тепловые лучи, которые идут от жертвы, нагревают одну из камер, увеличивается её объём, и, соответственно, эта мембрана расширяется. И те нервные окончания, которые к мигране подходят, они это улавливают. Таким образом, получается, что эти животные в состоянии ориентироваться по направлению к добыче, даже если они её не видят. И они способны воспринимать изменение температуры в 0,7 градуса, а в эксперименте даже 0,03 градуса Цельсия. Тепловизор в природе у животных действительно существует. И не только у змей. У некоторых насекомых, таких как таракан, рыб, например, у обыкновенного карпа, или птиц помогают охотиться соум. И хотя острота подобного зрения не слишком велика, всего до нескольких метров, оно позволяет отслеживать перемещение убегающей добычи или приближающегося врага. У кого из зверей самый тонкий нюх? Давайте уточним вопрос. Под зверями вы подразумеваете всех позвоночных животных или только млекопитающих? В этом случае ответ может звучать так. Как ни парадоксально, а может, наоборот, это не парадоксально так и должно было случиться, считается, и это доказано, что самый тонкий нюх среди млекопитающих у слонов. Причём совсем недавно были выполнены исследования, и выяснилось, что у слонов где-то в районе двух тысяч раз нюх острее, чем у остальных животных. Нам с нашим несовершенным обонянием трудно и представить себе, какие горизонты раскрываются перед обладателями такого чуткого нюха. Это же целый мир запахов, которого мы фактически лишены. То есть у них не только длинный нос получается, но они ещё самые лучшие нюхачи и могут различать во много раз больше оттенков запахов, чем это может делать, например, та же самая собака. Так что, да, и плюс, соответственно, вот эти самые гены, которые отвечают за формирование в том числе и обонятельных анализаторов, у слонов оказались наиболее разнообразными и наиболее многочисленными по сравнению с другими млекопитающими. Если же мы расширяем вопрос и распространяем его на остальных членов фауны, то в лидеры выйдет тип членистоногих. Один из самых тонких нюхов среди животных, безусловно, у насекомых. Многие бабочки находят своих половых партнёров, то есть самцы находят самок при помощи запаховых меток. Самка выделяет феромоны, сидя на месте, а самец чувствует её на расстоянии нескольких километров и, соответственно, прилетает точно к ней. Получается, что из теплокровных животных самый лучший нюх, по-видимому, у слонов. Но если мы говорим о таксономическом царстве животных, то там найдутся обладатели гораздо более тонких обонятельных органов, ну, например, в классе насекомых. Как животные могут чувствовать запах под водой? Действительно, когда мы купаемся и ныряем, то не чувствуем под водой никаких запахов. И нам трудно понять, как это наша речная рыба чует под водой запах ароматической подкормки, а акула – малейшую каплю крови. Кошачья акула во рту имеет более 27 тысяч вкусовых бугорков. Пожалуй, это самый точный дегустатор в мире. Акулы чувствуют один грамм крови в 600 тысячах литров воды на расстоянии полукилометра. Они улавливают и оценивают концентрацию крови в воде или веществ из стуга, которые идут от жертвы, и начинают двигаться по направлению к жертве зигзагами, постепенно по мере приближения к жертве, уменьшая амплитуду таких колебаний. Такой способ поиска добычи называется движением в ольфакторном коридоре. Ольфакторный. От латинского «ольфакториус» – благовонный, ароматный, обонятельный, относящийся к области запахов. В таком же ольфакторном коридоре зигзагами движутся и многие наземные хищники. Это дает им возможность уловить запаховый след, после чего амплитуда движений сразу же снижается и обозначается четкое направление к жертве. И когда акула приближается к состоянию видимости, то уже ориентируется органами зрения и переходит на стремительный такой полет, целенаправленный полет стрелы. С поверхности почти всех веществ отделяются отдельные молекулы и разносятся воздушными или водными потоками. А боняние – это улавливание таких молекул в воздухе, поэтому в воде его нет. Но там работают другие виды хеморецепции, например, анализаторы вкуса, как у рыб, или якобсонов орган, как у морских змей, позволяющие улавливать разносимые водой молекулы. Сможет ли кошка найти дорогу домой, если ее посадить в мешок и увезти? Может, но не факт, что точно найдет. Случаи, когда кошке удивительным образом удалось добраться до дома, преодолев огромное расстояние, приобретают изрядный резонанс и неизбежно обрастают вымышленными деталями и подробностями. В то время как история умалчивает о том, сколько животных бесследно пропало, пытаясь найти свой дом. Несомненно, что в подавляющем большинстве случаев у подобных историй конец отнюдь несчастливый. Некоторые животные ведут кочевой образ жизни, постоянно совершая различные миграции. Но некоторые, наоборот, привязаны к своей территории настолько, что возвращаются, даже если их отнести достаточно далеко от родного дома. Такое явление называется хоуминг. Хоуминг. От английского home – дом. Способность животных возвращаться на свой участок после длительных миграций. Этот же термин применяют и в тех случаях, когда животные, насильно увезенные от своих родных территорий, стремятся вернуться назад. В данном случае, скорее всего, сама навигация животного строится по системе запахов. И, наверное, одно из основных меток, по которому животное возвращается на то место, от которого его увезли, это как раз система вот тех самых химических сигналов, которые оно воспринимает при помощи обоняния, и по запаху оно постепенно возвращается обратно. У кошек и у собак обоняние развито намного лучше, чем у нас. Для них вокруг существует целый мир запахов. Они не только их чувствуют, но и различают движение запаховых волн от источника в различных направлениях, интенсивность и последовательность. Отличная память на звуки и запахи позволяет им находить дорогу домой, даже если их везли, что называется, в мешке, восстанавливая все, что запомнилось, но в обратной последовательности. Способность кошек или собак, в отличие, скажем, от голубей, ориентироваться в пространстве и находить дорогу домой сильно преувеличена. На вопрос, сможет ли кошка всегда возвращаться назад, если ее возить в мешке, ответ очевиден. Нет, не сможет, и пробовать не надо, ни в мешок ее сажать, ни банку ей к хвосту привязывать, ни даже горчицей под хвостом намазывать. Когда ласточки летят низко, говорят, что это к дождю. Правда ли то, что они реагируют на изменения погоды? Первая мысль, которая приходит в голову, наверняка у ласточек есть какой-то точный внутренний барометр, который чувствует понижение атмосферного давления, и они снижают свой полет. На самом деле все значительно интереснее. Ну, вообще, действительно, такая примета довольно верная, кстати говоря, что ласточки низко летают в дожди. Но это не потому, что вот они так замечательно предсказывают дождь или как-то оперение у них больше набокает во влажной атмосфере пред дождя. На самом деле дело в их добыче. Ласточки питаются летающими насекомыми, и вот у летающих насекомых действительно крылышки немножко становятся тяжелее от напитанного влагой воздуха, они спускаются ниже. Ну и, соответственно, за своей добычей ниже спускаются и ласточки, и стрижи. Когда портится погода, с приближением грозовых туч возрастает и влажность воздуха. Мы при наших размерах можем ее и не замечать, но крошечным насекомым она создает очень большие проблемы. Для насекомых самое опасное условие это высокая влажность и, соответственно, капли дождя. И, например, комары, попадая в каплю воды, испытывают перегрузки такие же, как испытывают космонавты при выходе на орбиту. Поэтому насекомые стараются опуститься в более низкие слои, где, соответственно, ниже влажность, и, собственно, всегда есть возможность куда-то скрыться или спрятаться. Ну и вслед за насекомыми опускаются уже птицы, которые поедают их. Низко летающие перед дождем ласточки такая же верная примета, как закрывающиеся цветы и дым из трубы, которые уже не уходят прямо вверх, поскольку у всех этих явлений есть четкое научное объяснение. Я знаю, что дельфины находят рыбу с помощью ультразвука. Отселение охотится так же? Кстати, ультразвук применяют не только дельфины, но и некоторые другие животные. И не только для охоты, чтобы запеленговать добычу, но и для того, чтобы ориентироваться в пространстве, не налетать на препятствия. Такой метод называется эхолокация. Эхолокация. От латинского «эхо» – отголосок и «локацио» – положение. Способ, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки отраженных от него звуковых волн. Дельфинов действительно, ультразвук играет важную роль и для коммуникации, и для нахождения добычи. Но у тюлинии ситуация принципиально иная. Они не способны издавать и воспринимать ультразвук, но при этом они обладают другими развитыми анализаторами. Это и достаточно хорошо развитое зрение, которое им, в общем-то, адаптировано для того, чтобы ловить добычу в воде. Это и развитое обоняние. Вот слух у них в меньшей степени развит. А вот что касается обоняния и непосредственно зрения, то это главные, я бы сказал, козыри тюленей в поимке добычи под водой. У ластоногих, тюленей, моржей или нерп нет ультразвукового локатора. Зато не менее эффективен при охоте другой чуткий прибор. Вибриссы – редкие длинные усы на морде. Они настолько чувствительны, что позволяют хищнику чувствовать возмущение воды, след от проплывшей рыбы. Обладатель таких вибриссов мгновенно понимает, как давно проплыла жертва и в какую сторону направлялась. Отправиться за ней в нужном направлении, догнать и схватить – уже дело техники. Некоторые рыбы умеют бить током. У кого разряд сильнее? У ската или у угря? Электричество в подводной жизни некоторых рыб, угри и скаты далеко не исключение, играет огромную роль. С помощью разрядов они сканируют пространство в мутной воде, отпугивают конкурентов и общаются, коммуницируют друг с другом. Например, рыбы семейства Мармировых, они живут в очень мутной воде, голова их обычно погружена в ил, и они не могут контролировать пространство вокруг себя, они его просто не видят. Но выпуская электрические сигналы, они создают вокруг себя электрическое поле, которое нарушает, если хищник нарушает, то они это прекрасно чувствуют. Ну и, конечно, с помощью разрядов можно эффективно охотиться, а если напряжение достаточно высокое, то даже защищаться от крупных врагов. Горе тому кайману, который решил закусить электрическим угрем в Амазонке. Электрические рыбы живут как в пресной воде, так и в морской. Естественно, в пресной воде заряд проходит совершенно свободно, потому что, ну, как мы знаем, электричество в морской воде распространяется значительно сильнее, поэтому электрическим скатам, ну, например, торпедой, нет смысла вырабатывать очень сильный заряд. Его и слабого заряда хватает, чтобы оглушить или оглушить добычу, или отогнать хищника. Морская вода – это соляной раствор. Она хорошо проводит электричество, и скат может эффективно экономить электроэнергию. Сравнительно небольшим разрядом, особенно на близком расстоянии, можно без труда обездвижить добычу. Этого вполне достаточно для удачной охоты. А вот в пресной воде, там, где живут электрические угри, да, это река Амазонка, это практически отсутствие солей в воде, это очень слабое проведение электрического сигнала, поэтому электрический уголь вырабатывает ток до 800 вольт. То есть ему это необходимо. Разряд электрического шокера пресноводного угря сильнее, чем аналогичное оружие морского электрического ската. Но поскольку проводимость пресной и соленой воды разная, то эффективность удара может быть сравнительно одинаковой. Говорят, что цветы – живые часы. Как по ним можно определять время? Люди давно подметили, что некоторые цветы раскрываются и закрываются в одно и то же время суток с определенной точностью. По некоторым из них даже можно проверять часы. Ну, из самых известных, наверное, это, и которых все знают, это кувшинки. И они сейчас в полном цветении, но к вечеру часов 6 они закроются. Один из самых известных кактусов, так называемый лунный кактус или селеницериус, всегда зацветает приблизительно в 9 часов вечера. Не зря она называется царица ночи, это растение. Наверняка люди ориентировались во времени по различным цветам еще с незапамятных времен. Но великому шведскому биологу, отцу систематики, Карлу Линнею, первому пришла в голову мысль создать настоящие цветочные часы, чтобы можно было определить по ним, которые сейчас час. Эту идею он воплотил во дворе собственного дома в шведском городке Упсала, который лежит практически на широте Петербурга. Конечно же, такая система, мягко говоря, не очень точна. Часы лучше использовать вот такие, какие-то там механические, электронные. Но, тем не менее, это был уникальный, очень интересный случай. И с некоторой долей приближения можно было, естественно, хотя бы приблизительно понять, что когда распускается. Даже у одуванчика есть цикл, он тоже распускается. И, кстати, он тоже использовался в этих цветочных часах. То, что, удивляя гостей, Карл Линней мог, выглянув в окошко, точно определить время, глядя на раскрывающиеся и закрывающиеся цветы, безусловно, миф. Но, как говорится, дыма без огня не бывает. Во всяком случае, несмотря на многочисленные попытки в разных ботанических садах мира, до сих пор не удалось создать более или менее точных цветочных часов, по которым можно было бы определить время, ну, хотя бы в разгар сезона вегетации растений. До встречи на живой планете, друзья! А если у вас появились новые вопросы о природе, присылайте их на этот адрес. Обязательно ответим!